ОМТВЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ Испания отправила в Украину новую партию военной помощи. Вооруженные силы Украины получат 10 танков Leopard 2A4, а также технику для строительства оборонительных укреплений и противотанковые ракеты. Общее количество танков, которые Испания передала Украине, достигло 20. Следующую партию планируют отправить через пару месяцев. В то же время Германия тайно передала Украине пакет военной помощи, в который вошли 39 единиц бронетехники и другое оборудование. В частности, 10 боевых танков Leopard, 20 боевых машин пехоты Marder, мостоукладчики, инженерные и эвакуационные танки, а также танки разминирования. Также были переданы две системы ПВО «Айрис-Т» и три ракетные системы залпового огня «Хаймарс». Вот интересное кино. Мы так не договаривались. Сегодня в «Нью-Йорк-Пост» вышло интервью Трампа. По его словам, врач назвал чудом то, что политик выжил при стрельбе на митинге. Ну а российские пропагандисты, как обычно, пошли дальше. Генерал-депутат Гурулев сделал далеко идущие выводы о демократии. Когда мне говорят, что демократия – это хорошо, судя по кадрам из Америки, я говорю, что это нехорошо. Ну, нехорошо. Такая демократия никому не нужна. Я не хочу такую демократию у себя в стороне, например. Ну а эксперт Первого канала уверенно заявил, что Трампа будут добивать. Обратите внимание, Авраам Линкольн погиб за то, что отменил рабство. Кеннеди погиб за то, что разрешил Карибский кризис. Трампа стреляли практически сразу после того, как он объявил о том, что намерен прекратить конфликт на Украине. И намерен сделать это, вступив в переговоры с Владимиром Путиным. Знаете, несложно было предположить, что Трампа будут убивать. Ну а фигурант расследования Алексея Навального и ФБР Олег Дерипаска вообще заявил о риске гражданской войны. Цитирую. Выжившим из ума демократам из Вашингтона, похоже, было мало растерзать Украину. Они, похоже, решили не останавливаться ни перед чем, даже перед риском начать гражданскую войну в Америке. Ну что ж, обсудим версии и последствия вместе с политологом-американисткой Александрой Филипенко. Скажи, пожалуйста, каковы, на твой взгляд, политические последствия этого покушения? Сейчас сложно предугадать, какие именно будут политические последствия. Очень многое будет зависеть от конвенции республиканской партии, которая открывается как раз в понедельник сегодня в Милуоке. И как будут вести себя республиканцы, как будет комментировать это и сам Дональд Трамп, кого будут называть причастными к этому покушению. Вот от всего этого будет зависеть то, по какому вектору будет развиваться американская политика. С одной стороны, мы слышим большое количество предложений об объединении, unity. Слово unity, единство, объединение, мне кажется, так часто не звучали из уст разных политиков в последнее время. И сам Дональд Трамп говорит об этом, о том, что нужно преодолевать нынешние противоречия и объединяться. И Джо Байден говорит об этом. И огромное количество американских политиков говорят об этом. Но все будет зависеть от тона на конвенции республиканской партии, от того, как будут это комментировать сами республиканцы, потому что там соберется весь цвет республиканской партии. Дональд Трамп уже туда прилетел, уже есть кадры, как он машет, спускаясь с самолета. И неизвестно, как именно он будет комментировать произошедшее. В первом интервью Washington Examiner он сказал, что его речь, которую мы услышим в четверг, это шанс объединить всю страну и даже весь мир. Он сказал, что его речь будет значительно отличаться от всего, что мы до этого слышали. Будет совсем другой, не такой, какой она была, если бы не было этого покушения. Если действительно мы увидим другого Дональда Трампа, то политические последствия будут заключаться в первую очередь в перестроении вообще американской политической культуры, в отходе от поляризации. Потому что именно к этому единству призывают сейчас большинство политиков. Однако, будет ли достаточно политической воли для того, чтобы это сделать, для того, чтобы преодолеть очень острые противоречия, вот это, конечно же, большой вопрос. Но мы, конечно же, подождем и обязательно обсудим с тобой последствия как раз этой конвенции. Но если говорить с точки сегодняшнего дня, то каковы теперь политические последствия для Джо Байдена? Потому что чаще всего, наверное, чаще, чем версию о том, что это покушение было подстроено, и что это вообще какая-то инспирация со стороны как раз-таки команды Трампа, чаще всего я слышала, что теперь Трамп и станет президентом, и у Байдена больше нет никаких шансов. Конечно, увидев эту символическую фотографию, когда Дональд Трамп поднимает кулак после нападения на него, и эта фотография появится на обложке журнала «Тайм», но мне кажется, что она будет и вовсе на обложке какого-нибудь американского учебника по истории в будущем. Конечно, после этой фотографии велик соблазн говорить о том, что все, выборы закончились, можем расходиться, Дональд Трамп победил, вообще никаких шансов у демократов больше нет. Но мы стали свидетелями того, о чем очень часто вообще говорят, комментируя США, американская политика делает очень часто крутые повороты. Вот мы стали свидетелями одного из таких крутых поворотов. И сейчас, после этого нападения на Дональда Трампа, уже кажется, что даже конвенция демократической партии, которая будет проходить 19 августа, откроется 19 августа, кажется, что даже до нее еще так много времени, а уж до 5 ноября, до выборов уже очень много времени. И уже обсуждается, что у демократов и много времени кандидата сменить, если они захотят это сделать, и как-то изменить ситуацию. И в целом совершенно непонятно, на кого в действительности воздействует это покушение в большей степени. Сейчас складывается такое впечатление, что больше всего оно воздействует на тех избирателей, которые уже давно приняли решение, за кого голосовать. Не на колеблющихся избирателей, которые в первую очередь смотрят на политические программы кандидатов, а на тех, кто являются частью правого крыла республиканской партии и левого крыла демократической партии. Поэтому это покушение еще далеко не последний возможный сюрприз, который будет перед 5 ноября. И говорить о том, что все, выборы закончились, сейчас очень и очень преждевременно. Осталась неделика. Все. В-16 это такой вот универсальный самолет, который не только там может нести все виды авиационного вооружения, но он еще работает в командной линии Делинк-16, которая позволяет пилоту получать информацию о воздушной обстановке, при этом он не включает свой, например, бортовой РЛС для того, чтобы обнаружить воздушные цели. За это и сделают для него средства разведки, космические и воздушные. Сбивать такие самолеты будет сложно, поэтому уничтожать их в местах базирования – одно из таких решений. Но Запад ведь не успокаивается, он поднимает эскалацию дальше, он начинает говорить про ядерное оружие. Вы так проброс сказали, уничтожать их в местах базирования, уничтожать на натовских аэродромах? В том числе на тех аэродромах, где они будут базироваться. Ведь представитель ВВС говорил о том, что ради сохранения количества F-16 часть их будет храниться на территории стран НАТО – Румынии или Польши.